Всех приветствую на своем канале Алия Сладкоежка. К нам приехали гости из Твери и привезли вот такие вот вкусняшки. Их местный очень вкусный мармелад. Сейчас открою и вам покажу. Это бальзам для дедушки. Вот такая вот бутылочка. Я вам покажу мармелад. Вот этот вот очень милый мармелад в виде зайки. Бэкс Бани. Здесь как он подарочный. Высокого качества. Свежие ягоды, фрукты, орехи. Здесь состав очень хороший. И внутри мармелада здесь есть чернослив, грецкий орех, кураган. Вот открыла упаковочку. Вот какой милый зайка. Вот здесь тут чернослив, курагавидный. Вот здесь грецкие орехи. Вот я отрезала кусочек. Такое нежное желе. Ягодки тоже очень вкусные. Очень понравился этот мармелад. И не приторный, как обычно бывает. Теперь попробуем вот этот мармелад. Вот этот видимо тоже с грецким орехом. Сейчас посмотрим состав. Да, грецкий орех, патока, пектин. Любовь из катара для вас мармелада высокого качества. Используем натуральные компоненты. Тем самым получаем продукт с оригинальным вкусом и пользой для здоровья. Вот это вкусный продукт. Самый натуральный мармелад. Так. Грецкие. Ой, тут у меня все перемешалось. Пока ходила, трясла. Так. Вот такие вот конфеточки. Мармеладочки. И в них залит грецкий орешек. Тоже очень вкусный мармелад. Но не похожий. Такой нежный, желеобразный. Не слишком мягкий, не слишком жесткий. Орешек тоже не горький, очень вкусный. В общем, не приторный. Можно съесть много. Но этот мармелад для дочки я уже открывать не буду. Явно он очень и очень вкусный. Сейчас посмотрим. Состав. Да. Такой же состав. Армелада. Вот здесь еще дополнены просто. Мишка и слоник. Видимо. Но здесь уже нет ни орешков. Ничего. Обычный мармелад. Вот такой у меня был обзор на тверские сладости. Точнее, мармелад. Спасибо, что посмотрели. Напишите, пробовали ли вы мармелад из Твери. Ну, спасибо всем за внимание, за лайки. Подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч. Всем пока.